Актуальный разговор Если есть какое-то мнение по поводу игры Акбарса или какие-то вопросы к нам и к нашему эксперту, звоните. А экспертом у нас сегодня будет заместитель главного редактора информационного агентства «Татарин Форум» спортивный обозреватель Артур Халилулов. Добрый вечер. Тема такая нерадостная. Завершение сезона Акбарса, который был неудачным. Тут, мне кажется, вывод практически однозначный, мы сразу его озвучим. И дополнительный повод. Накануне как раз недавно прошла пресс-конференция итоговая. И Зентулла Хайдарович Белядинов как раз сказал о том, что не будет тренером больше Акбарса. И прежде чем мы сейчас приступим к обсуждению, то предлагаю посмотреть это высказывание с пресс-конференции. Работа мне это очень нравится. Это то, что я люблю, то, чему меня учили, чему я сам учился. И я получал удовольствие от своей работы. Но работа главного тренера требует больших сил, эмоций и большая ответственность. Поэтому я думаю, что для меня лучше, если я буду работать в хоккее, но в каком-то другом формате. — Вот так высказался Зентулла Хайдарович. С одной стороны, контракт и, в принципе, был на год, если не ошибаюсь. То есть, с одной стороны, ожидаемо, но с другой стороны, была же возможность продлевать и так далее. Все-таки это ожидаемое и логичное решение? — Ну, смотрите, во-первых, те, кто в теме, они прекрасно понимают, что это решение только Беллидинова. То есть, если бы он хотел остаться на следующий сезон, он бы остался. Мы все прекрасно помним, как его уговаривали продлить контракт после того, как Акбарс в прошлом сезоне дошел до финала. — Кубка Гагарина. И поэтому это его решение уйти. И лично мне кажется, что логично и ожидаемо было ему уйти после того сезона на коне, когда он пришел в разваленный Акбарс Олегом Знарка и просто навел там порядок до такой степени, что буквально одной шайбы не хватило для того, чтобы взять Кубок Гагарина. Это было бы уже четвертый для Акбарса и третий для Беллидина. Четвертый для Беллидинова был бы уже Кубок с Акбарсом. — То есть, еще тогда действительно на коне красивое завершение, пусть и серебро, но все-таки такое яркое и впечатляющее. Но можно ли сказать, что в том году как раз сыграло роль, что Беллидинов принимал команду, которую не создавал, то есть он перенимал ее и не давлел вот так результат над ним, и поэтому было свободнее и проще? — Во-первых, я не скажу, что над ним сейчас результат сильно давлел, когда тебя лично Рустам Мениханов уговаривает принять команду, просит не уходить, не бросать. В данном этапе, вот два сезона Беллидинова и Акбарса, над ним в принципе ничто не давлело. И мы, журналисты, это видели по его поведению на пресс-конференциях. Он был спокойный, веселый, 8 марта поздравлял девушек, там, с 8 марта журналисток, пил шампанское с журналистами перед Новым годом или сразу после Нового года, я, наверное, точно не вспомню. Вот, над ним ничего не давлело, на самом деле, Беллидиновым. А когда он сюда пришел, он пришел сюда как спаситель, и ему, в принципе, хватило только своего авторитета, чтобы вот эту всю разношерстную команду, непонятно как собранную, с какой целью, вокруг себя объединить. На короткой дистанции это сработало, а вот этот сезон показал, что на длинной нет. То есть того запала как раз вот на тот сезон максимально хватило, и команда так встрепенулась. А в этом году, получается, он же готовил команду к сезону, то есть это уже не сработало. Тут смотрите какой момент. Тут надо понимать, что не Беллидинов собирал эту команду. Он собирал команду 2018 года, которая выиграла Кубок Гагарина. Он собирал команды, которые в 2009-2010 году выигрывали два Кубка Гагарина. Здесь не он собирал, здесь собирали подзнарка и собрали игроков, которые, в принципе, максимально не подходят Беллидинову по его тренерским каким-то, скажем так, канонам. Ну, тот же Шипачев, Воинов, они индивидуалисты до мозга костей, они хорошо играют, как правило, в регулярном чемпионате, и это, в принципе, не командные игроки. И Беллидинову таких не любят. И потом у Беллидинова всегда в команде было два атакующих звена, которые могли что-то создавать, и два чисто оборонительных. А в этом Акбарсе было три с половиной звена атакующих. И он постоянно метался в поиске сочетаний нормальных. А некоторые игроки просто ему не подошли, такие, как, допустим, Дамир Жофяров, Евгений Свечников. Ну, это уже отдельные детали, думаю, не всем интересно. — Касаемо вот этот прошлый сезон, который начинал «Знарок». А минувшим летом вот к этому сезону формировал ли Белл, соответственно, под себя команду? Кого-то набирал или конкретно под себя? — Мне кажется, нет. — То есть, опять, не он определял? — Да, да, мне кажется, нет. Возможно, ему было немножко все равно. Потому что я, честно говоря, удивился того, что Жофяров и Свечников пришли в Акбарс, перебили Лединове. Ну, по-моему, он сам должен был понимать, что это не его игроки. Но, тем не менее, они пришли, и многие, в принципе, журналисты, мои коллеги, некоторые эксперты писали, что они не пасходят. Ну, мы это и увидели. Жофярова обменяли, а Свечников практически меньше играл, чем отдыхал, грубо говоря. В плей-офф он один матч хорошо провел, две шайбы забросил, помог Акбарсу размочить счет в серии. Но это мелочь, объективно говоря, просто мелочь. Ну, вот такое формирование состава сказалось ли на настроение внутри команды? То есть, насколько это был определяющим фактором, вот этот внутренний настрой и атмосферы? Конечно, потому что игроки тоже не понимали. Они не могут играть в хоккей Беллединого. Они не могут играть в жесткий хоккей в схемах. Беллединский хоккей — это схематичный хоккей. То есть, каждый игрок знает, куда бежать. Особенно, что касается в обороне. А опять же, такие игроки, там, Шипачев, Войнов, тот же Жофяров, Свечников, они в такой хоккей не умеют играть. И он им некомфортен. То есть, они постоянно в состоянии дискомфорта. А когда у тебя игроки в состоянии дискомфорта, тренер тоже не может быть, не может кайфовать от всего происходящего. Естественно, это все наслаивается. Перед плей-офф казалось, что Акбарс немножко выправился, что Беллединов какие-то все-таки рычаги нашел. Но мы попали на «Автомобилист», который, ну, как мы знаем, сейчас еще и СК выбил. Да, открытие, одно из главных открытий плей-офф нынешнего. И плей-офф показал, что все болячки, которые по сезону мы видели у Акбарса, они еще больше обострились в плей-офф. Поэтому это был провальный вылет в первом раунде практически без шансов. Можно сказать, что не только атмосфера в команде, но еще была некоторая недооценка соперника. То есть, да, у нас есть проблемы определенные, там что-то с составом, с атмосферой. Но на «Автомобилист» нам этого хватит. Было ли такое? Нет. Недооценки в плей-офф, особенно в командах Билла, это невозможно. Да и в принципе, плей-офф у нас сейчас в КХЛ довольно равный за счет потолка зарплат. То есть, если раньше любая команда могла подписать условно на 10 миллиардов состав, то она могла себе практически гарантировать. А сейчас все команды не имеют права… Ну, 10 миллиардов я как бы, естественно, гиперболу. А сейчас ни одна команда больше 900 миллионов не может потратить на зарплаты рублей. И, естественно, вот эти все возможности, они растекаются более-менее равномерно по лиге. И из-за этого мы видим то, что сейчас происходит, когда прошлогодние финалисты просто вылетели. Ну, вот можем сейчас посмотреть, вывести на экран турнирную сетку. Если сейчас увидим, да, что у нас вылетели тут и Динамо, и ЦСКА, Салават Юлайф, Акбарс. То есть, мы видим, да, и СКА, который тот же самый автомобилист. Нет ли вот сейчас ощущения, что появится некоторая такая успокойность, что да, мы проиграли автомобилисту. Но вот смотрите, автомобилист СКА ведь прошел. То есть, может быть, это не у нас проблема, а автомобилист насколько хорош? Ну, смотрите, Акбарс один из, не один из, это, по сути, топ-клуб российского хоккея по числу кубков Гагарина, как минимум, да. Вот, и смотрите, какая ситуация. Топ-клуб не может ориентироваться на автомобилист, в принципе. И вылет в первом раунде – это провал откровенный при любых. То есть, это не может никак служить каким-то оправданием. Хорошо, касаемо вот тоже настроя, мы говорили про настрой на плей-офф. У нас еще есть один комментарий из пресс-конференции Зинклуба Леддинова. Давайте посмотрим по поводу атмосферы. Здесь команды, все команды, в общем-то, мобилизуются, игроки мобилизуются. Значит, то, что вы говорите, командное настроение должно быть такое боевое. В принципе, оно создается, вот это все создается на протяжении всего сезона. И когда подходим уже к основным матчам, ребята должны выдавать все то, что необходимо для того, чтобы играть хорошо, достойно играть. Вот сейчас команда играет. Для меня, я, к сожалению, смотрю, для меня это не очень приятно. Но мне видно, как ребята с какой отдачей играют, с каким желанием играют. Поэтому это необходимо. То есть, вот как раз жалеют, глядя на другие команды, то есть, что там отдача и настрой соответствующие, которые, может быть, и позволяют проходить. А вот в Акбарсе не получилось. То есть, получается, как бы, Белядин все-таки признает, что была в этом плане какая-то недоработка. Или что вот можно взять из этого высказывания? Я объясню. Здесь речь идет, он говорит не о недооценке, а в принципе об отдаче хоккеистов. Опять же, команда не его по ментальности, нынешний Акбарс. Лидеры именно нынешнего Акбарса. Да, там есть Лукаянов, который полностью отражает, скажем так, дух команд Белядинова. Но в целом лидеры, это не игроки Белядинова. Вот. И он не может с ними работать. Он их не может настроить. И, в принципе, тот же Шипачев, он в плей-офф никогда не блистал в КХЛ. Он, в принципе, не кубковый игрок. Он в прошлом сезоне заставил, лично меня удивил, потому что он показал себя кубковым игроком, забросывая несколько решающих шайб в полуфинальной серии против Омского Авангарда. Но в этом сезоне мы увидели, в принципе, привычного абсолютно Шипачева и Войнова, которые в плей-офф пытаются отбегать, бегать так же, как в регулярном чемпионате. А плей-офф это совершенно другая игра. И, в принципе, вся команда, когда у тебя лидеры не выкладываются, так как команда должна выкладываться в плей-офф, если у тебя лидеры не выкладываются, вся команда за ними идет вниз. Именно по степени вовлеченности, чтобы максимум из себя вытаскивают. У автомобилиста хоккеисты вытаскивают из себя максимум. Уже вторую серию подряд. И это им помогает проходить не только Акбарс, но и СКА. Потому что у СКА состав просто замечательный. То есть автомобилист там рядом не должен был вообще никаким макаром СКА проходить. И не должен был Акбарс проходить. У Акбарс, в принципе, первый-второй состав в лиге сейчас, в КХЛ, в этом сезоне был. Но опять же, как я говорю, команды выровнялись за счет потолка зарплат. И если раньше на одной ноге такой сильный фаворит, как, допустим, Акбарс, СКА, СКА, условно на одной ноге мог в финал конференции выйти, то есть в первую четверку, в полуфинал и Кубка Гагарина, то сейчас, не выкладываясь, они привыкли не выкладываться. Мы видим то, что видим, они все вылетают просто. Потому что они не привыкли на ранних стадиях выкладываться. — Ну вот так поменялось все. А в данном случае, если посмотреть на хоккей Беллидинова, соответствует ли он современным требованиям? То есть, понятно, его игроки не его, но вот у него есть модель, которой он придерживается. Она актуальна сейчас для современного хоккея? — Конечно, актуальна. Любая модель, которая приносит результат, она актуальна. Мы, в принципе, в прошлом сезоне увидели, какой результат при должном настрое игроков, при прочих равных, какой результат она приносит. То есть, когда Беллидинов пришел в Акбарс, Акбарс был, по-моему, на седьмом месте, а по ходу вот этого кризиса с Знарком даже на девятом был, в гладком чемпионате, Беллидинов пришел и вывел команду на первое место в Восточной конференции. В регулярке и в финал Кубка-Гагарина. Одного матча не хватило. Так что все разговоры о несовременном стиле хоккея, это... Я не знаю, почему у нас, в принципе, в Казани идут такие размышления. Нет понятия несовременного хоккея. Я согласен, что хоккей Беллидинова, он не привлекательный для зрителей. Это да. Но как он может быть несовременный, если он дает результат? Другой вопрос, что мы бы все в Казани предпочли увидеть зрелищный хоккей, и который дает результат. И то, и то. Да, и то, и то. А у нас, ну, честно говоря, мы такой сплав, когда зрелищный хоккей и результат видели, по-моему, последний раз, когда последний раз СКА выигрывал Кубок-Гагарина. У них был настолько богатый состав, что им, в принципе, все равно было, в какой хоккей играть, чтобы взять этот Кубок-Гагарина. Но в нынешней КХЛ это уже невозможно. Мне кажется, здесь все равно речь идет о том, что либо мы выбираем зрелище, либо мы выбираем Кубок. Даже вот текущий сезон показывается, дисциплинированные команды проходят дальше. ЦСКА, в прошлом сезоне ЦСКА Акбар сыграли в финале. ЦСКА – это не зрелищная команда. У них тоже очень сбалансированный хоккей, с креном в оборону, с таким серьезным, особенно в решающих матчах. Встречались очень похожие команды ЦСКА и Акбарс. А почему только они в финале были? Потому что у них сбалансированный хоккей. Да, он не зрелищный, но вот такой, какой есть. Ну, вот мы говорим о том, о причинах неудач, как это происходило. Что дальше? То есть, кто может возглавить Акбарс и кем, какие позиции необходимо усилять? И какие игроки, может быть, в первую очередь слабые звенья? Давайте решим сначала про тренера или про игроков? Давайте про тренера. Про тренера. Смотрите, у Акбарса после Беллидинова всегда возглавляли, скажем так, медийные люди Акбарса. Ну, то есть, Дмитрий Квартальнов, который на слуху, который поиграл, потренировал до Акбарса ЦСКА, Локомотив ничего не выиграл с ними, имея в виду кубка. Возглавил, ну, потому что он медийный. Не получилось. Пришел Олег Знарок. Олег Знарок пришел на спаде после плохого сезона в Спартаке, где он не смог, где он провалился. Два сезона он там работал, но второй был уволен. Опять же, мы взяли игра тренера с именем, с большим, но который на спаде. Сейчас опять разговоры идут о поиске тренера. Кандидаты кто? Кого мы слышим? Воробьев? Воробьев, да. И Кудашов. Кудашов почему? Потому что он с Динамой провалился, он освободился? На слуху просто, да, человек? А Воробьев, он кубок Гагарина брал с магниткой. Но опять же, оба тренера не на пике, они после провалов, так или иначе. Воробьев вообще год не тренировал. Я вот лично за то, чтобы Акбарс нашел себе своего Заварухина. Заварухин – это главный тренер-автомобилист. Не в смысле прямо его, а найти какой-то неочевидный вариант тренера, который идет на подъеме. Вот магнитка. Они сейчас проходят, скажем, там, «Спартака» выигрывают, да, в серии 2-1. Магнитка. Они от Воробьева отказались. Кого взяли? Разина. Разина – это не топ-тренер. Он показал себя в Северстале, в середничке. Магнитка сделал ему ставку. Возьмем ЦСКА. ЦСКА, да, Сергей Федоров – это легендище, просто НХЛ. Но они его взяли главным тренером, когда он фактически не имел опыта работы главным тренером. То есть они сделали рисковый с нуля. То есть человек горел работы. Что Разин, что Сергей Федоров. Оба они заинтересованы показать себя, добиться результата, сам реализоваться. На них делают ставку и получают результат. Вот я к чему. ЦСКА два кубка, Гагарина подряд взял. Вот по этой позиции, да, понятно. По игрокам. То есть у нас сейчас и с вратарем, который может покинуть. И другие какие позиции требуют усиления, вот ключевые. Ну, здесь, понятно, мы будем все-таки отталкиваться от того, кто бы возглавит, допустим, клуб. Но позиция вратаря, она в любом случае будет актуальна. То есть как сейчас вопрос этот решается? Ну, смотрите. Сейчас вилка у руководства Акбарса следующая. Тимур Белялов просит высокий контракт. Ну, разные суммы называются в СМИ. До 65 миллионов. Акбарс? Да, в год. Рублей, естественно. Акбарс готов предложить меньше. 55-50, вот где-то в таких размерах. И при этом Белялов хочет длинный контракт, условно, на три года. Акбарс на один-два. Но вопрос тут еще не так стоит. Потому что Тимур Белялов, да, он местный воспитанник. Да, Акбарс молодцы. Собрали вратарскую бригаду из местных воспитанников. Но Белялов при всем, как бы, мне очень симпатичен этот игрок. Но в ключевых матчах плей-офф он стабильно проигрывает. Так было в прошлом сезоне, в седьмом матче. Акбарс ЦСКА, он провалил этот матч. Две шайбы из трех на его совести. Акбарс прыгал 2-3. Последний матч квартального в Казани, тоже седьмой матч против Авангарда. Вернее, это предпоследний сезон. Ну, неважно. В общем, седьмой матч против Авангарда тоже Белялов проваливает. То есть он хорош, но в решающих ключевых матчах он не показывает себя как топ-воротарь для топ-команды. Поэтому, в принципе, я не уверен, что Белялов подходит на роль первого номера в Акбарсе. Ну, вот тогда у нас совсем буквально немного времени остается. Я при этом задаю такой глобальный вопрос. Но попробуем его коротко осветить. Все-таки вот вратарская бригада, да, это местные воспитанники с другими хоккеистами. Когда у нас получится, что в Акбарсе будет много местных воспитанников, молодежь будет получать достаточное время для игры? Знаете, я своим процитирую своего коллегу, очень коротко скажу просто. Тут надо понимать, либо мы в Казани садоводчеством занимаемся, либо мы за кубком ходим. Ну, невозможно выигрывать кубок, основываясь на местных игроках. Акбарс – топ-клуб. У него своя политика – это выигрывать кубки. И при этом в Акбарсе достаточно местных воспитанников. И сейчас. Их много. Ну, то есть либо на какое-то время отказаться от амбиций и дождаться выросшего поколения. Зачем? У нас в Акбарсе достаточно местных воспитанников, играющих в основном составе. Зачем уходить в крайности? Ну, то есть можно и то, и другое. И, соответственно, будем сейчас ждать, исходя из того, кто возглавит Акбарс, и какое нас ждет хоккейное будущее. А сегодня у нас в гостях был заместитель главного редактора информационного агента «Татаринформ», спортивный обозреватель Артур Халилулов. Будем рады видеть в студии еще, когда будет проясняться ситуация с Акбарсом. Меня зовут Анатолий Никитин. Вы смотрели программу «Актуальный разговор». Оставайтесь на телеканале «Татарстан-24». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова